85% обитателей земли – это насекомые. Обширную коллекцию бабочек, жуков, цикад и кузнечиков удалось собрать Ивановскому энтомологу Сергею Чистилову. Бабочку, которая положила начало уникальной коллекции, он поймал почти 25 лет назад. Я тогда уже учился в Ивановском университете. Был у меня дом в деревне в Шуйском районе. Я пошел за водой на колодец. А эта бабочка такая, она летает плохо, живет мало, хоботка у нее нет, она даже не питается во взрослом состоянии. И вот я иду с ведрами обратно с колодца, она сидит в траве и трепещет крылышками. Я бросил в ведра, поймал ее и не мог поверить своим глазам, потому что бабочка очень редкая. С тех пор коллекция начала расти, а энтомология превратилась в дело всей жизни. На выставке представлено более трех тысяч насекомых, населяющих все континенты земного шара. Почетное место в коллекции отведено тропическим бабочкам. Гордость и украшение коллекции – это бабочка генандроморф, птицекрыл приам. То есть у них происходит очень редкая мутация, когда яйцо, которое начинает делиться, хромосомы самки попадают в одну половину, хромосомы самки попадают в другую половину яйца. Если бабочка доживает до взрослого состояния, то она превращается в такого полусомца-полусомку, который называется генандроморф. Еще одним уникальным экспонатом являются фрагменты крыльев бабочек морфит. В начале 19 века дочь банкира Ротшильда заказала себе уникальное вечернее платье, украшенное крыльями этих бабочек. Представленный фрагмент создан по подобию оригинала, подлинная ткань не сохранилась. Но есть и другие истории, связанные с порхающими красавицами. Существует множество примет, связанных с бабочками. Например, японцы верят, что если она залетит в дом, то это к счастью. А в Индии считают, что если нашептать ей свое желание, и при этом отпустить, оно обязательно сбудется. Лети. О заслугах Сергея Чистилова сами за себя говорят название бабочек. В ходе экспедиции по Монголии ученому и его коллегам удалось открыть 35 новых видов. Двум бабочкам была присвоена фамилия Ивановского энтомолога.